Микс Ньюс Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступят У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Председатель правления товарищества Центр консультаций собственников квартиры Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко В нашей студии Доброе утро И также бывший председатель правления Рига Снаму Парвалдникс Айвар Гонтарев Здравствуйте Добрый день Добрый день И мы напоминаем телефоны прямого эфира 67212-93-9 67213-93-9 Ваши вопросы вы можете также писать на WhatsApp 2306191 Меня зовут Олег Пека Мы с вами начинаем программу Добро пожаловаться Пока вы готовитесь, обдумываете вопросы Мы может быть начнем действительно с одной Ну наверное с главной темы Которая волнует Рижан Отопление Когда начнется Ну должно волновать по крайней мере Если мы судим по прогнозу погоды То наверное начинать отопительный сезон Надо будет уже ну дней через 10 максимум С тем чтобы дома сухие и теплые Вошли в новый отопительный сезон Такими же сухими, теплыми и подготовленными Но может быть у жителей каких-то домов Ну вот наоборот желание сэкономить деньги Чем позже мы подключим отопление Тем дескать вот будет экономнее Такая есть тоже точка Ну во-первых спорный момент Потому что обычно когда затягивают С началом отопительного сезона Здание начинает интенсивно насыщаться влагой Стены они пропитываются от внешней влажности И сразу становится во-первых неуютно В самих квартирах Во-вторых потом чтобы это здание Опять вывести на нормальный режим Придется потратить некое количество Повышенное тепла Но на самом деле вот то что показывает практика То что я имею Если мы включаем где-то конец сентября Начало октября отопления То тот период подтопки То есть когда мы поддерживаем Поддерживаем Ну отопление включено Но по факту оно работает только по ночам И несколько часов Это стоит ну 5-10 максимум центов С квадратного метра в месяц Это максимальная цена Обычно там от 5 до 6 центов Не такая большая цена За то чтобы жить Ну просто элементарно в комфорте А кто решает в какое время Нужно включить отопление Есть ли какие-то нормативы Там температура воздуха ночью Должна там упасть до определенных лет Там несколько дней подряд То есть там Как это вычисляется Ну было раньше мы все помним Такое негласное Это было вгласное в то время Условие там Когда 3 дня с подряд Средняя температура Не превышает 8 градусов Сергей тут абсолютно прав Скажем так С точки зрения Руководства Ну всего хозяйства Ты сам смотришь Наблюдаешь за температурой За влагой За всем остальным Чтобы вот именно С инженерной точки зрения Здание не насытилось С этой влагой Да и потом Не было бы хуже Из этого Ну примерно Прогнозируется Смотрится на прогноз погоды И ну В мое время Мы Плюс-минус Попадали Под то настроение Людей Когда они уже Начинали спрашивать Ну давайте уже Когда наш дом Подключен Смотрим по графику Сегодня в 5 Там вас 6 Завтра дом И так далее Да там был Абсолютно точный график И Я помню Что вот С первого Вашего вопроса Про то что Кто-то может Желает попозже Да За все время Я вспомнил Это по-моему Это пятерный сезон 17-18 года Когда Было заявление Одного старшего дома Там Основанном на Голосовании жильцов Что всему городу По-моему Это было 17-18 сентября Подключали Тепло Постепенно Тогда там было сказано Только с 1 октября Да Ну вот Они так Они так решили Да Вот Ну что Сэкономить Но с инженерно-технической С точки зрения Вот Сергей абсолютно прав Как только Начинает Все же Ночью Опускаться температура И влажность Становится выше Так сразу нужно Понемножку Понемножку Подпитывать уже дом Чтобы Не было всех этих Резких колебаний Да Ну и еще Если мы говорим О нормативах То есть в Латре На сегодняшний день Существует Один из мест Ненорматив Относительно Температуры Когда надо Начинать отопление И он гласит о том Что в жилом Помещении Температура Не может быть Ниже 18 градусов То есть Не важно Лето Зима Осень Весна В жилом Помещении Температура Не может быть Ниже 18 градусов В помещениях Общего пользования Таких как Коридоры Лестничные клетки Да он не может быть Ниже 16 Вот на эти цифры Надо ориентироваться И потом Я еще раз хочу Напомнить Радиослушателям О том Что начало Отопительного Сезона Не означает Что начинается Интенсивное Потребление Тепла Сразу И немедленно Что значит Начало Отопительного Сезона Во первых Если летом Система отопления Подвергалась Ремонтам Она была На обслуживании И стояла То первое При запуске Что неизбежно Возникает Это избавиться От тех воздушных Пробок Которые Естественным путем Появляются В период Простоя Почему они Появляются Да потому что Причина Одна из Причина Весьма Элементарная Потому что Вообще В жидкости Есть какое-то Количество Растворенных Газов И они Где-то Потом Начинают Появляться Это первое Второе Если происходили Ремонтные Работы То воздух Естественным путем Попадал В трубы И тоже Значит Нужно Хотя бы Неделю На то Чтобы Прогнать Систему Отопления И избавиться От этого Воздуха Без аварийности Без ничего Лучше всего Этого делать В теплый период Ну в относительно Теплый период Когда Те Кому По тем или иным Причинам Сходу Не поступает Тепло Ну не было бы Некомфортно Чтобы они не мерзли После этого Как только Ты убеждаешься Что у тебя Система Отвоздушенная И нормально Функционирует Ты после этого Переводишь ее В так называемый Спящий режим Допустим У себя Мы уже давно До Второй половины Октября Практически до конца Октября Мы переводим ее В такой режим Когда система Отопления Включается В том случае Если на улице Днем ниже Восьми градусов А ночью Ниже пяти градусов Она стоит В таком Спящем режиме Но стало На улице Хладнее Чуть-чуть Подтопили Остановилась Подтопили И тогда Режим работы Идет Очень нормально 6-7-212-93-9 Телефон Для ваших звонков Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Добрый день Вы знаете Вот Ваш собеседник Он Льет На мельницу Силтунс Ну просто Бесстыдно Вот это Нужно Включать Это надо Включать Раньше Подсушивание Высушивание Вы хоть бы Промолчали бы Люди За это Не могут Заплатить А Силтунсу Выгодно И все лето Топить Чтобы вы знали Так Ну Я не знаю Нужно ли Отвечать На эту реплику У нас сразу Есть другой звонок Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Маленькая поправочка В любой системе Уже стоит Воздушок И она сама себя В течение Всего года Воздушивает Воздуха нету Если Система работает Правильно И корректно Как правило Она так и работает Не надо никакой недели Там никогда Нету воздуха Потому что Воздушки стоят Там всегда В круглосуточной Системе Тоже не буду Комментировать Стоят у него Какие-то воздушки Ну пускай стоит Есть клапаны От воздушения Но они не обеспечивают Понимаете Есть теория Есть практика По практике Каждый год Какая-то Один из стояков Запирается Почему Никто не знает Так что Я справить не буду Не нужно Недели А если В этом доме Не нужно Недели Ну пусть они Работают Плюс же Ремонтная работа Которая бывает Согласованная Не согласованная С лития И так далее Плюс еще Я тогда уже добавлю Мудрые жители Которые все знают И если ему кажется Что его батарея Не топит Он начинает Локально Отвоздушивать Свой радиатор Не Включая при этом Подпитку в подвале Таких случаев тоже Очень много Когда ты сидишь Вот напротив тебя Сидит знаток Который спускает воду А надо помнить О том Что расширительный бачок Он имеет там На доме Очень маленький объем Три-четыре Таких Мудреца На дом И воздух В системе есть Никакой воздушник Тебя не спасет Но Вспомнить не хочется А вообще Вот изменения Нашей погоды То есть мы все знаем Что Ну наблюдаем Что сейчас все-таки Такой достаточно Теплый сентябрь Раньше Ну лет 10-15 назад Все-таки уже В сентябре Начинали лить дожди То есть вот Чувствуется Что немножечко Климат Ну не знаю Климат Не климат Но меняется У нас более Лето Продлевается Вот это как-то влияет Тоже на Вот Включение Быть зима Зимы-то не было А к весне Начались уже Какие-то холода И в итоге В конечном Мы отключили Отопление По-моему где-то Часто 10 мая В этом году То есть Сезон этот Смещается Есть еще одна Парадоксальная Вещь Которую я заметил Все-таки Есть такая Так называемая Температура Или энергопотребление Холостого хода Даже если На улице Относительно тепло Здание Какое-то Количество Тепла Потребляет И На сегодняшний день Ну не чувствую я Если здание Не реновировано Если здание Системы отопления Внутри здания Не модернизировано Такого-то Существенного Снижения Потребления Тепла Нет Потому что Стены тогда Обладают Повышенной Теплопроводностью И много Отдают Тепла И разбалансированная Система Тоже очень Много Потребляет Вот Пришел Вопрос Сейчас Почему В Этмилгрависе В домах Вот Рига Снаму Парвал Днекс Такие дорогие Ремонты Спрашивают Не могу ответить Там уже После меня Поменялось По-моему Три или четыре Состава Управления Да И Там Конкретные Конкретные Случа Нужно тогда Рассматривать Я бы То что Сделал Посмотрел План Работ Которые Были Запланированы В свое Время За какие Цены Они были Сделаны Да И Те Конкретные Работы Которые Сейчас Пишет Слушатель Это Включается В эти Работы Или нет Дальше Запросить Всю информацию Из домового Дела О том Кто Выполнял Работы За сколько Выполнял Всю документацию И тогда Можно выяснить Почему и как Потому что Бывает Так Я тоже Встречался С жителями В том числе Когда Непонятно Там Кажется Вот Какой-то Объем Работы Или там Объем Трубы Которые Нужно Поменять Но Есть Нюансы Там Где Что Как Делать И так Далее Из этого Нужно Разучить Ту документацию Которая 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 Лежит В основе Эта Вода И тогда Ужает Двигаться Дальше Если Там Какое-то Завышение И так Далее Но Это Одно Из Одно Из Заключений Госконтроля О том Что Дома Наверное Из-за Какой-то Политики Отсутствие Вообще В стране По восстановлению Домов Я Подчеркну Радиослушателям Что Например Есть В законе Просписаны Те условия Или Те задачи Которые Стоят Перед Жителями И дом Прав Как Обязательные А Восстановление Домов Это Не Обязательное Это Не Обязательное Действие Принимаем Еще один Звонок Здравствуйте Доброе Вопрос Кривущему Вы уже Который раз Приглашаете Бывших Руководителей РНП Ну Какой нам Смысл Слушать Что Их заслуги Или Что они Там Делали Что сделали Что не сделали Мы это Все Сами Знаем Все И Каждый По-разному Испытал Важно Бы Послушать Тех Руководителей Которые Сегодня Руководят Спасибо Спасибо Но на самом деле Мы Приглашаем Все-таки Именно потому Что Это люди С опытом Работы Которые знают В принципе Ситуацию И могут Может быть Не будучи Связанными Я понимаю Вот Сегодня Ну С какими-то Ну Вот Если Человек Занимает Все-таки Руководящий Пост Ему Может быть У него Есть Какие-то Обязательства Там Не знаю Корпоративная Этика Там Еще Какие-то Вещи Которые Может быть Мешают Высказать Очень Откровенно Мнение По вопросам А здесь Мне кажется Вот Я могу Наверное Просто Меня позвали Я откликнулся Потому что Это моя отпуск В которой Я работаю Проработал Много Много Времени Есть Мировоззрение Того Как это Работает В частном Дом Правления Как это Было Работать В РМП И Я думаю Наверняка Там Нового Председателя Уже Зовут На радио Я уже Слышал Несколько Интервью И так далее И это Не формат Какой-то Политики Или еще Что-то Мы Абсолютно Политические Люди Которые Просто Смотрят С точки Зрения С точки Зрения Отрасли Что мы Видим Что нам Важно И Есть Вопросы Мы Можем На них Ответить В том В том Числе Про РНП Про Отрасль Про Кооперативы Про Общество Во всем Это Нам Есть Интерес И Как Мы В одной Передачи Упомянули Мы Здесь Пока Слушателям Это Интересно Если Не будет Больше Интереса Мы Не будем Приходить Я Хочу Напомнить Расширение Присутствующих Студий Произошло Потому Что Очень Активно Начались Дискуссии По Поводу РНП Что Есть Что Было Почему Было И Куда Это Все Идет Я Хочу Напомнить Эти Вопросы Никуда Не И И Не Зная Того С Чего Начиналось Какие Визоны Были Создавать Такого Монстра И Какие Проблемы Он Накопил Текущий Момент И Я Хотел Б Еще Коснуться Вопроса Который Подняли Товарищи Господа Измир Вецмил Грависа Я Хочу Напомнить Что На самом Деле Вы Находясь Под обслуживанием РНП Не Завершили Процесс Приватизации Поэтому В отношении Вас Действуют 408 Правила Кабинета Министров Я Извиняюсь Меня Упрекали Что Я Постоянно Называю Какие-то Номера Типа РНП Именно Тот Который Обслуживает Не Приватизированные До конца Дома Принял План Управления Записал Ремонты Какие-либо И записал Цены И Жители Не провели По Этим Планам Никакого Обсуждения И не Поинтересовались Что им Записано То Потом Поздняк Метаться И спрашивать А почему Так Дорого То есть Если В течение После Публикации Полутора Месяцев Вы Не Отреагировали На то Что вам Запланировали На следующий Год То Дальше Этот план Считается Автоматически Принятым И запускается В производство А это Надо Помнить Это Отличие Дома Не Приватизированного От дома Приватизированного Потому что Дому Приватизированному Управляющий Может Записать План И ждать Когда Жители Утвердят Без Их Утверждения Они Не Могут Начинать Ремонтной Работы А в Случаи с РНП Если Реакция Не поступила Или она Была Несоответствующая Требованиям Тех же 408 Оформлена То Она Просто Этот план Пойдет В жизни Нечего Потом Жаловаться Потому что Вы Сами Позволяете Таким образом С вами Поступать И вот Относительно Вот этих Вот вещей Когда Домоуправление Может Свободно Поступать Насколько я Понимаю Сейчас Прошла Новость О том Что В Риге Все дома Будут Подключены Кроме 120 Так Интересная Мысль А по Кому Критерию Отбирали Эти 120 Домов Сколько Видно Видно И явно Это было Не могли Найти Средства Из этого Решили Воспользоваться В прошлом За прошлые Годы Накопленным Прибылью А это Уже Начинается Не Хозяйственное Решение Это Уже Политическое Решение Так Как Это Утверждается По Структуре В Совете Также И Также Потом Это Подтверждает Мэр Города А Это Значит Политическое Решение То есть Не Является Ли Эти 120 Домов Теми Домами Которые Решили Закончить Процесс Приватизации И Изменить Отношения С РНП То есть Не Начинается Таким Образом Двойная Вещь Значит Мы С одной Стороны Подключим Вас При наличии Долгов А с другой Стороны Мы найдем Некоторые Некоторые 120 домов Которые Почему-то Не Подключим За Что Тогда Вопрос Если Подключать То Всех Это Первый Вопрос И Второй Вопрос Эти Дома Эти 120 Домов Это Исключительно РНП Или Это Еще и Дома Каких Нибудь Ну Скажем Других Домоуправлений Тут Тоже Очень Интересный Подход Потому Что Если Принимается По городу Политическое Решение Подключаем Секты Давайте Подключать Всех Жителей Не Домоуправления А Жителей И Тогда Уже В каждом Доме Где Есть Долги Ну Нет Плохих Жителей Есть Долги И Есть Жители Которых Необходимо Подключить И Этот Вопрос Очень Интересный Он Прозвучал Как-то Очень Странно Эта Информация Прошла Мы Сейчас Продолжим Принимать Ваши Звонки Но Сначала Небольшой Перерыв На Рекламу После чего Вернемся И Продолжим Программу Добро Пожаловаться Продолжается Программа Добро Пожаловаться Председатель Правления Товарищества Центра Консультации Собственников Квартир Председатель Кооператива Бака 2 Сергей Сидорко И Бывший Председатель Правления Рига Сному Парвел Днекс Айварс Гонтарев В нашей студии Вот Пришло Такое дополнение По вопросу Вэтсмилгрависи Ремонта Во-первых Пишут Что было обсуждение Но нам сказали Что могут И не считаться С нашим решением Потому что Этот ремонт Нужен дому И вот Конкретно Пишут Речь шла Про замену Труб в доме Ну да Здесь Еще раз Так То что Можно сделать Сейчас То что Я уже Упомянул Это Проверить Дело дома Там где Стоят Шита Объемы Расценки Все конкретно Акт Приема Сдать Что конкретно Было делано И проверить На природе Есть это Или нет Это первое дело Что можно сделать Но концептуально Вот я тоже был На собрании Одного дома В прошлой неделе Там Люди видят Что вот Они в принципе Не контролируют ситуацию Вот они чем-то Возмущены Но им говорят Ну это так и так Будет сделано Хотите вы Или нет Тогда Именно из этого То что вот И говорил Сергей Нужно Перенять Дом Своё управление Это значит Завершить Процесс Приватизации Это одно решение Выдвинуть Своей стороны С дома Одного Двух Трёх Старших По дому И дальше Уже на равных На равных Общаться С РМБ Будут заказывать Эту работу Или нет Потому что Юридически Тогда дом Считается Перенят И им нельзя Вот делать Так как Поступили Наверное В случае Ветхмон Гравис И что Вот мы запланировали Вы хотите Или не хотите Мы это будем делать Тогда уже Это чисто Идет Отношение Заказчика И исполнителя Люди Вот те Выбранные Старшие По дому Они рассматривают Что им предлагают РМБ Или любая Другая компания Любой поставщик И говорят Мы будем делать Вот это так Вот эту работу За столько За столько И за столько Так что Это кардинальное Отличие Между домами Которые Переняты Не переняты Вы можете Не уходить От РМБ Но У себя Внутри Создать структуру Где вы Одним решением Говорите Что вы Перенимаете Дом на себя И своей средой Вы двигаете Некоторых Уполномоченных Прессон Которые Вправе Решать Те вопросы Которые Вы им доверяете Это должно Большинство быть Да 51% Решает Перенимая Дом И выдвигает Своей средой Старших По дому Это не должно Быть обязательно Бедри Это вы просто Своей средой Вы двигаете Кого-то Кому Кому вы доверяете И вы можете Им доверить Например Решать Вопрос Который Касается Ремонта Тысячу Две Каким-то Лимитировать Чтобы не было То же Что они могут Подписать Любые документы Только определенные 6 7 2 12 9 3 9 6 7 2 13 9 3 9 Продолжаем Принимать Звонки Здравствуйте Здравствуйте Вас беспокоит Татьяна Скажите Пожалуйста Вот Политическое решение Было принято Да И 2 миллиона Я не ошибаюсь Выделили на то Чтобы подключить Там К отоплению Скажите Пожалуйста А эти деньги Вы думаете С нас потом Не взыщут Или будут все-таки Судиться С людьми Которые не платят Ведь у нас суды Вообще даже не занимаются Иногда РНП Ну да Это длинный процесс Но я не помню Чтобы вот это Сильно этим занимались Вот ответьте мне на это Наверное Я начну Действительно Перенимая дела В 17-м году По Взыску денег По Взыску долгов Там ситуация была Довольно плачевная По сравнению Вы можете Это Очень легко Проверить Есть С В этом Видно Есть общий портал Где видно Сколько исков И кто Истец С того времени Количество исков Увеличивается В три раза Ну и дальше Что делать С этими документами Когда у РНП Есть Исполнительный документ Да О том Что можно взыскать А взыскать Не с кого Потому что там Была Под задолженность Банку Как обычно И РНП Платилась В последнюю очередь Да О том же Также Всякого рода Акции По Взыску О том Что объявлялось Что давайте Сейчас заключать Мировые И вам будет Допущены Все там Штрафные Санкции Санкции Они Сам По себе Часто Не давали Результат Потому что У меня направление Потом Приходили Ответственные За эти Департаменты И показывали К нам Обращаются Пятый раз По этой акции Пять раз Люди Подписывали Эти мировые И ни разу Ни один платеж Не был проведен Говорит Ну что нам С ними Делось Ну что Они уже Не считают Необходимым Заключать Такого рода Долг Уже Вырос Большой Нужно Просто Подавать Суд Из-за этого Ну Вопрос Справедливый Отвечая На то Что Борьба Не ведется За это время Увеличил В три раза Объем То Как Сколько Из Исков Нужно Поднимать Могу Рассказать Это Сотрудники РМП Подтвердят Что Каждому Работнику Из юродела Была Определенная Норма Сколько Исков Нужно Поднять Месяц Определенная И Они Это Выполняли Из этого И это Количество Выросло Но Сейчас На руках У них Есть Исполнительные Документы Без Реального Скажем так Возможности Взыскать Эти деньги С кого Взялись Эти деньги Конечно Жители Потому что Даже Прибыль РНП Это Деньги Жителей И Еще раз Тоже Повторюсь О том Что Как только Один из Первых Шагов На своем Посту Я пошел В госконтроль И мы Прошлись По всем Пунктам И Один из Вопросов Был Как раз Таки Долгов С чего Их Погашать С чего Создавать Новые Структуры В предприятии Которые Как раз Таки Будут Заниматься Восстановлением Домов Сказали Ну Никак Вы Не Можете Поднимать Прибыль Для Того Чтобы Гасить Долги Вы Не Можете Поднимать Свою Прибыль Чтобы Создавать И Вкладывать Эти Деньги В Развитие Ну Что Нонс Для Частной Компании Для Чего Тебе Прибыль Чтобы Развивать Дальше Компанию Для Для Меня Как Прише Честного Сектора Был Такой Шок А Как Тогда Финансировать Вот Подразделение Которое Занимается Восстановлением Домов Если Это Не Обязательное Действие По закону И Ты Не Можешь В этих Сметах На основании 408 Условиях Просто Поставить Как Позицию Из-за Этого И Прибыль Вся Компания Это То Что Вы Все Платили Это Ну Других Денег Как Денег Клиентов Что Это Значит Это Значит Если 2,6 Миллионов Сейчас Было Погашено Если Судебных Приставов По Последней Информации В прошлой Неделе Висит Около 30 Миллионов Которые Не Взысканы Скорее Всего Не Будут Взысканы Это Значит Что У Компании Не Будет Денег Для Дальней Ее Развития То Есть Прибыль Это Единственный Такой Капитал Для Компании С Которые Ты Можешь Думать Что То Новое Создавать Свой Клод Центр Как То Улучшать Вкладывать В Какую То Технику В свое Время Мы Там Решали А Насчет Подъемников И Всего Чтобы Швы Закрыли Эти Денег Просто Не Будет Они Просто Уходят Сейчас В трубу Продолжаем Принимать Вопросы Здравствуйте Пожалуйста Здрасте Вот По должникам Мне интересный Вопрос А что это Такой За закон В Латвии Я так понимаю Это Одна из Немногих Страна В мире Где Я Должен Платить За соседа Но я не буду За него платить Вы можете Все отключить Полностью Я подам Суд Но на Латвию Тогда подам Суд Потому что Я плачу И мне это не волнует Что сосед Янис Петерис И так далее Они заплатили Создайте закон Уголовный Тогда Пускай идут В тюрьму Там отрабатывают Вот и все Что это такое Это только в Латвии Такая система Спасибо Не только в Латвии К сожалению Когда мы имеем Дело с коллективным Хозяйством А дом Это коллективное Имущество То и коллективная Ответственность Наступает К сожалению Пока есть Коллективное Имущество Будет коллективная Ответственность Это первое Второе Закон Действительно Немножко Интересный Но не в плане Того Что мы там Не ответственны За других людей А в плане Того Что наш закон Делает человека Не платящего Полностью Безответственно То есть Если ты не успеваешь Его поймать За хвост И гвоздями Приколотить К этой квартире То ты ничего Не получишь Вообще Еще раз напомню Проблема долгов Состоит из Трех Составляющих Первое Это Кризисные Долги Вот эти 27 миллионов О которых Гритерий РНП И такого рода Пакет Большой Или маленький Из каждого Дома управления Это долги По квартирам Которые были В ипотеке И государство Позволило Банкам Забрать Это имущество Без погашения Коммунальных долгов Которые накопились В процессе Ипотечного Кредитования Это первое Которое Нужно решать Вообще Эту проблему Нужно решать Какие Что с ними Поступать Банкам Кстати Их часть Позволили списать А здесь Даже непонятно Что с этим делать Это первое Вторая часть Это текущие долги Они были Есть и будут Я могу сказать Этому Уважаемому Радиослушателю Тоже У меня в кооперативе Если посмотреть Что за год Платежная дисциплина Составляет Немножко Более 100% То есть Мы На круг За год Получаем 100% Как Каким образом Получаем деньги Люди платят Да Но это В годовом Обороте Если ты возьмешь Каждый конкретный Дом То текущий долг Может составлять Полторы Две тысячи евро Это нормально Потому что Один человек Не заплатил Вообще За этот месяц Другой Затянул За платежом И заплатил Ну скажем Дней на 10 Позже И так далее Это такой Текущий долг То о чем Говорят сейчас Про РНП Это как раз таки Текущий долг За прошлый год Так я понимаю Только Исключительно За прошлый год И когда говорят Об этих двух миллионов Это говорят о том Что сейчас Чтобы запустить Отопление Нужно заплатить Разово деньги Которые должны Скорее всего Вернуться Назад в прибыль Это просто Оперативное Использование денег Для того Чтобы погостить Эти прибыли Я надеюсь Не будет списываться Она просто Будет Брошена На запуск Системы Отопления И после этого Можно взыскать Поэтому Отвечая В том числе И Татьяне Да Не сомневайтесь С вас Эти деньги Все равно Взыщут В конечном итоге Когда-то Вот в финансах Есть так Есть денежный поток Есть какие-то Обязательства Все это нормально Работает Но если завтра Предприятие Начнет распадаться Ну условно говоря То есть Его нужно Остановить Действие То Каждому Каждый Кто был должен Он должен Будет вернуть Эти деньги В том числе И дома Это Этот момент Ну и еще И кстати Говорят Такие Вопрос текущих долгов У нас государство Ну вот оно просто Не видит И не хочет признавать Что эта проблема Существует А она существует Поэтому у нас Очень много Недовольства Социальное Вернее Этой Сферы управления Домами Потому что Она может функционировать Нормально Только в том случае Если есть 100% денежный поток Тогда ты можешь Все Обязанности И обязательства Выполнить Если у тебя Начинается Дефицит платежей То ты уже Что-то не можешь Выполнить Или не можешь Выполнить Вовремя Но что-то Не можешь Значит нужно Создавать Какие-то резервы Которые бы Компенсировали Вот эти временные Неплатежи И последнее Что я хочу сказать Система судебная На сегодняшний день Если мы Если мы Говорим Что вот у нас Вопрос с кризисными Долгами Полностью Расчищены Там вообще Все ясно То текущие долги На сегодняшний день Зыскать Нет никакой Проблемы Нет этой проблемы И она Система работает Достаточно Судебно И оперативно И быстро Единственное Что Мы не можем Уловить момент Если человек Отчуждает Собственность Если он запланировал Допустим Вот таким образом Что я буду Продавать квартиру Он прекращает Платежи На несколько месяцев То эти деньги Потом взыскать Очень фалиматично Потому что Поймать ты его За руку не можешь Ты уже видишь Постфактум Что квартира Продана Долг Я наверное Смелюсь сделать Какое-то такое Громкое заявление Что если В государстве Этот порядок Не будет поменен Это через Там лет 5-7 Приведет РНП К полному распаду Почему Потому что На данный момент Объем Накопленных Долгов 50 миллионов Понятно Что где-то 30 миллионов С этого Не взыскать Весь там Было Если сейчас 2,6 миллионов Отдались Приведущих Накоплений По прибыли На следующие Года Это невозможно Будет Этим ресурсом Воспользоваться Ситуация Такая Что По закону Домов С каждым годом Больше и больше Уходит РНП По закону РНП Должна Отдать Все Накопления Жителей Что это значит На текущем На текущем счету РНП Становится Меньше Меньше Денег Меньше Меньше Клиентов А долгов То есть Обязательств Становится Больше и больше И это Если мы Смотрим Сейчас На Титаника Вот Ну По аллегории Вот Там Айсберг Где-то Он там Маленький Кажется Но вот Политики Не понимают Что С каждым годом Это все Ближе и ближе Эти цифры По Дебиторам Они показывают Что Вот Этот Это Это Не маленькая Точечка Это Айсберг Который Становится Больше 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 И Через 7 5 7 Лет Под Этой Динамик Просто Компания Рухнет Без Если Не будут А Изменения В Политике Б Если Не будет Какой-то Поддержки Самоправления Поддержка Самоправления Я думаю Не будет Возможно Почему Потому Что Потому Уже Закон По Конкуренции Это Не Та Компания Которая Выполняет Какое-то Стратегическое Назначение В Каком-то Рынке Где Кто-то Другой Не может Это Сделать Да Ну К сожалению Вот Если Мы Смотрим Так Если Ну Ничего Не Меняя Ничего Не Поменяется Эти Цифры Только Будут Умножаться Те Дома Которые Уходят Они Будут Уходить Еще Больше И Больше Мы Слышали Информации О том Что С Накопительных Работ Только 50% Будут Сделано То есть Те Дома Которые Еще Есть Они Уходят Они С собой Будут Забирать Больше 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 Денег Да Долгов Будет Становиться Все Больше И Больше И Здесь Ну Как Простое Умножение В математике Да Там XYZ Составьте Мести И Вы поймете Что Это Это вопрос Времени Это Просто Вопрос Времени Это Не Вопрос Что Вот Айсберг Вот Титаник У меня Вопрос Все-таки Вот мы Неоднократно В программе Ходили Вокруг Да Около Вот Именно Этой Проблемы Что Можно Ли Все-таки Принять Закон Который Запретит Продажу Квартиры Если На ней Висят Долги Это Вопрос Законодателям Я могу Только Сослаться На Одно Что Эстонцы Приняли Такой Следующий Закон Что Вообще По Умолчанию Наложенной Перед Продажей Квартиры На нее Вообще На квартиру Наложена По умолчанию Ипотека То есть Ипотека Со стороны Домоуправления В размере Среднегодового Платежа То есть Если Ты Сейчас Попытаешься Продать Квартиру В Эстонии Ты должен Предоставить Справку Что Ты Не Должен Все Элементарно В Латвии Было Несколько Попыток Провести Через Сэм Поправку К закону О том Что При Отчуждении Квартиры Продаверцы Покупатели Или там Лица Передающие Собственность От одного К другому Должны Быть Поинтересоваться Состоянием Платежей Коммунальных И если И принять В решение О том Кто Будет Гасить Ведь При продаже Квартиры Ну если У человека Нету Денег А есть Долг Но очень Легко На эту Сумму Долго Договориться Что твоя Квартира Ну условно Город Стоит 40 тысяч Ты должен Там тысячи Дома управления Ты получишь На руки 39 тысяч А новый Собственник Погасит Твои Коммунальные Платежи Ну элементарно Этого Нельзя Опвинять Готовая Механизм В других Странах Готовый Механизм По налогу Недвижим По ЦСДД Попробуйте Продать Машину Со штрафом Перерегистрировать Попробуйте Но говорят Что все Другое На самом Деле Это Какое-то Два Момента Которые Я никак Не могу Понять В латвийском Законодательстве Первое Это упорство По защите Должников Вот просто Кто-то В Сейме Вот есть Причем Насколько я наслышан Это даже Не депутаты Это до них Юридическое Бюро Почему-то Считает Есть там Специалист Вроде бы Который Считает Что это Все Неправильно И Это Упорное Нежелание И второе Никак не могут Наши законодатели Определиться Вообще Что Приоритетно Демократия Или Сохранность Здания Вот я Никак не могу Понять Что Находится В приоритете То есть Может Выйти Тридцать Три Академика От строительства И сказать Что крышу Надо ремонтировать И навстречу Выйдут Три Условных Наших Радиослушателей И скажут Да пошли У народа Нет денег И на основании Этого лозунга Крышу ремонтировать Не будет И здание Рукнет Причем Это Это я могу Сразу Нам надо Приходите Ни на кого Ни на кого Не направлено Просто Мы разбираемся Вот если И мы хотим Подсказать Обоим сторонам Как Что Можно сделать Чтобы Всем было Проще И лучше Я бы сказал По другому Еще Я не слышал Ни одного Случа Чтобы Реческая Дума Отказала В завершении Процесса Приватизации Дома Если все документы Оформлены Корректно Там вопрос Оформления документов Второе Да С долгом Ну с долгом Надо разбираться Я вот даже думаю Что мы можем Следующую программу Как раз начать С этого Может быть вопроса Потому что К сожалению Сегодня наше время Завершилось Сергей Сидор Кайвар Гонтер Сегодня были в нашей студии Спасибо большое Всем кто слушал До свидания Всего доброго